Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы проводим заключительное заседание правительства в этом составе. Конечно, в этой большой и сложной работе не могло обойтись без каких-то сбоев, ошибок. Не всё удавалось или удавалось не так, как бы нам хотелось. Но в целом работа шла очень ритмично и, повторяю, с полной отдачей сил. За что хочу вам сказать отдельное спасибо и поблагодарить вас за это. Вы знаете, что ещё в прежние годы у меня был опыт работы в правительстве, правда, небольшой. И потом, будучи президентом, я значительную часть своего времени уделял вопросам социально-экономического характера. Но работа в правительстве все эти годы очень тяжёлые годы. Это было и для меня особым испытанием, и особой школой. И у меня иногда складывалось впечатление, что я попал на курсы повышения квалификации. Поддержка со стороны наших граждан всегда нам помогала. И уверен, что и будущее СССР в правительстве будет опираться на людей. А для того, чтобы это стало возможным, опора на граждан страны, нужно, конечно, никогда нельзя забывать о нуждах рядового гражданина. Нужно всегда помнить, как решения на правительственном уровне отражаются на жизни каждого конкретного рядового гражданина России. На мой взгляд, в целом этому составу правительства такой подход удалось обеспечить при решении и крупных, глобальных проблем, и региональных. Надеюсь, что так будет и в будущем. Кстати говоря, этот состав правительства должен будет работать, разумеется, до формирования нового правительства. Обращаю на это внимание и исхожу из того, что все здесь присутствующие руководители, министерств, ведомств до конца на своих капитанских мостиках отстоят. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Смотри, Лёв, Осипову нужно чуть-чуть в сторону. Осипов закрыт. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, спасибо.